привет друзья у нас гость знаменитый блогер из америки уже сергей калужин сережа наш клиент и вот так мы иногда встречаемся сегодня зашел в гости сергей как у тебя дела не все просто смотрят все хорошо доволен нравится жизнь спасибо сколько ты уже в америке два с половиной с половиной полетела быстро недавно пришел сюда в америке летит очень быстро время ты занимаешься два бизнеса с недвижимостью из 1 до часа занимаюсь сериал стоит уже практически полгода сначала занимался форклозе потом начали заниматься ариент вот и сейчас вызываю на ренту группы не для мигрантов которые приезжают с минимальными документами чтобы заехать с первого дня сколько сейчас минимальная квартира стоит смотреть квартира в южном группы не в основном я работаю это бэй ридж бэй парквейн бэйс херст мейблуд шипсенбэй брайтон 1-бэдрум там стоит минимум 1500 минимум в месяц 2-бэдрум стоит примерно 1800 1900 зависимости как устроен планировка окей но люди которые приезжают только сюда у них нет документов ты можешь решать вопрос чтобы заселили я работаю с правит хаус это не в билдинге ни конда не какие-то в основном правит хаус частные дома там хаусу то есть там начиная с бэйсмэнда 1 2 3 этаж здесь важно чтобы понравились хозяева потому что вот часто люди говорят а как же я заселюсь если у меня суши security я всегда говорю что вы должны понравиться владельцу сконда действительно с большими теми где менеджмент который работает по инструкции а там бесполезно понравились надо проходить борт борт стоит сейчас от 300 до полутора а если какой-то элитный дом борт стоит от двух там и до трех то есть это какой-то да это например наша нет но при кейшн же стоит копейки это другое менеджмент делает проверку берет это деньги плюс уберет деньги на время заезда около 1000 долларов на время выезда чтобы ничего не поцарапали то есть еще ты что он гибать да они пальцы это это не гибать это просто на время мувинга на один день они еще 1000 долларов берут то есть если ищем хороший билдинг и там еще 2000 нам закладывают только на то чтобы вы заехали с вещами выехали с вещами не поцарапали стены это есть хороший билдинг поэтому с ними тяжело работать мы предлагаем людям которые приезжают в первый год заезжать без этих бортов экономить деньги и идти именно в правит хаус то есть правит хаусы в бруклине очень много там хаусы коттеджи все что угодно везде можно жить я только брукли да а что с водителем 2 профессии ну 2 я работал раньше водителем убера на блока семьи машин и сейчас практически нет времени то есть так больше просто для для отдыха у тебя это просто это как хобби стало когда хобби на канале сейчас же поменяли закон теперь как бы вот эти плейты которые вешают номера такси кто их купил по 550 долларов теперь может быть они будут стоить 200 тысяч долларов потому что их сейчас вводится закон но вот эти вгновенные тти номера то есть не не желтое такси обычно опер такси больше не будет этих номеров вот все кто купил там 20 тысяч человек в нью-йорке кто успел кто вышел на работу то прошел инспекцию машину кого есть это железка в ближайшее время будет понятно стоимость таких железок у любого там кто-то же кюзбеки кто приходит работа у всех есть эта железка за 550 долларов сейчас город нью-йорк сказал вчера что больше нет выпусков этих железок на один год минимум дальше может быть они будут ну смотреть по ситуации если что я можно будет перепродавать конечно может машину с этими номерами только только машины с номерами или просто отдельно машины перелесить можно не знаю желтые такси делают все я думаю здесь тоже может делать на юрлицу разность то есть слишком много выдели уберов стало из-за этого из-за того что желтые такси теряют доходы из-за этого губер сказали больше не будет больше мира вот все кто получили так и остаются и лишь не будет ну то есть никогда это все на кубе листы и и джун а почему то из такси решили те я спросил это рост уже нет времени сейчас замечать то есть имеешь что с фулл тайм а реально стоит вот и партайм если есть время я могу выйти там на одну ночь там 5 долларов заработать в субботу и нет времени столько потому что реал стоит начинается в девять утра а угрессе до трех ночи получается с таком хорошо спасибо хотел бы сказать еще это не реклама всем предпринимателям которые как я бывший предприниматель в россии которые ведут бизнес или живут там сегодняшним днем пусть они задумаются о том все люди которые там ведут бизнес или имеют какие-то средства и опасаются за их сбережения за их сохранность вот необходимо думать о том чтобы видеть отходные пути вот тем более в такой стране россии нестабильный страна там каждый какие-то сумасшедшие новости отрицательного характера вот это надо иметь всегда как минимум визу либо какой-то другой документ по которому можно выехать хоть куда-то в европу в америку но чтобы не рисковать и не попадать не на деньги как я все время попал там и как бы и жить как все люди нормально живут там европе в америке где угодно но я на протяжении шести лет это говорю даешь пока узкая пословица пока не плюнет они не не думаю это важно на самом деле да потому что не хранить деньги дома за границу дома не хранить виза должна быть надо иметь зарубежный банковский счет и так далее то есть им говоришь ты сам такой я такой же был понимаешь все в последний момент не учится наши предприниматели сколько людей которые возили на пострадали забрали бизнес с 14 года страна падает уже сколько уже 18 год уже четыре года падения бешеная инфляция цены растут зарплаты доходы падают работаем нет уже понятно что страна идет никуда тот режим который сейчас устроили политика тупиковая она сделана то чтобы обогатить чиновников но не умные люди которые нас смотрят они знают что делать если они думают о своей семье там своих близких они знают что надо спасать свою пятую точку бежать но не все просто понимают что каждый может случиться откажется а со мной не случилось с ним случилось он неправильно что-то дело я делаю все правильно у них у чиновников у них свое представление что это правильно или неправильно если прокурор захотел тебя тебя получить он найдет в твоих правильных действиях неправильные действия и ничего беззащитная никого защиты не найдешь не только заплатить больше опять же заплатишь больше это одни и гарантии лучше завтра придет еще кто-то свыше и не отменит какое-то решение полный беспредел да это действительно сожалению российская никуда от этого не деться ладно спасибо встречу до встречи пока